Я к тебе с полным уважением, но просто в твоей жизни нет ни одного человека, который бы тебе мог отскоблить эту дрянь, которая мешает тебе жить. Потому что это не настоящий ты. Это то, благодаря чему ты выживал в детстве, когда тебя воспитывала мама и бабушка. Ну, ты хороший парень, вот в чем проблема. Реально, если бы ты был, ну, как человек... Всем виден? Всем виден? Два человека и весь зал пытаются что-то с ним сделать? Невозможно. Не ссы быть собой. Но для этого тебе надо понять задачу и каждому из нас. И я подвешиваю вот сюда вопрос. Какая истинная задача развития? Знаете, что я делаю, когда я не понимаю, как мне изменить в деньгах никаких других показателей? Знаете, я что делаю? Я иду в спортзал. Ты вот сколько зарабатываешь? Я? Копейки. Ну, сколько? Я зарабатываю сейчас респект. Для того, чтобы зарабатывать больше. Нет, зарабатываешь сколько? Ну, если там детей кормить или своих. У меня нет детей, 50 тысяч рублей. Нет, ну, тоже кое-что. Вот это цена твоих убеждений сейчас. Неплохо, нехорошо. Просто не так очевидно, как кажется. Это нехорошо, да, то, что 50, поэтому я стремлюсь к большему и к большему. Да нет, вопрос-то зачем? Чем ты занимаешься? Ты респект зарабатываешь? Ты рэпер? Почти. Я занимаюсь видеопроизводством, снимаю видеоролики, видеопродукцию, рекламу. Ну, это же очень понятно, что просто больше делай, больше трудясь, видеопродакшен не заработает больше. Нужно развивать себе профессионала. Я развиваю себе режиссера, продюсера, сценариста. И поэтому я становлюсь лучше. Не факт. Вот это как раз… Результаты есть, поэтому факт. Ну, 50 тысяч есть. Ну, нет, тут нет задачи кого-то унизить, да. Есть задача выйти с языка понарошку. Это такой вот сейчас, ну, как бы фасадный язык, да. То есть он такой правильный. Есть такие слова, вот можете, кстати, беспроигрышные. Вот задает вопрос Петя или я, а вы говорите «Мотивация! Цель!» Самое главное действовать, исходя из ценностей, в направлении своей цели, достигая мечту. Попробуйте сказать. Если достигая свою мечту, достигая цели, ты будешь реализовать миссию для достижения, для нанесения добра другим людям, то тогда, совершая действие, ты будешь считать полноту жизни. Да, вот это беспроигрышный набор слов. Ну, то есть ты можешь сказать, действительно, развитие. Ну, на всякий случай. И, скорее всего, ты попадешь. Но только другой вопрос, что все эти слова очень глубокие. Но будет чувство такое сегодня, особенно вот, когда мы все въедем в друг друга, да, то, что ты это говоришь как бы по-настоящему или понарошку? Нет, оставьте меня. Я говорю, что чувствуешь. Ну, ты говоришь, что чувствуешь. Ну, окей. Да ни хрена ты не говоришь, что ты чувствуешь. Ты себя видел вообще? Ты говоришь как робот, ты говоришь как, ты говоришь, знаешь, как у мамы на юбилее. Я говорю как робот, потому что я волнуюсь, я волнуюсь. Ты говоришь, не объясняй, ты говоришь, как у мамы на юбилее. Когда ей исполняется сколько-то, 40 или 50 лет, и тебе надо произнести речь, вот ты так будешь ее произносить. И ты этого не видишь. Давай посмотрим, что будет дальше. В заключении сегодняшнего вечера, суток, несмотря сколько мы здесь все продержимся. С тобой станет что-то лучше? Да. Ну, я надеюсь на это. Но только это предполагает очень жесткую твою работу. Моя идущая утверждает. Нет, сейчас тебе надо выключить аниматора. Ну, ты стесняешься, волнуешься, это нормально и понятно, и объяснимо, потому что ситуация, контекст так создается. То есть, ну, кажется, что мы тебя мочим, а ты вроде вызвался, и ты волнуешься. Это искренне, действительно, это так. О, поезд. Это знак. Это не ключ. Вот, видишь, ты даже сейчас шуткуешь, ну, как бы, чтобы разговор поддержать. А так разговор не строится, он не настоящий разговор. Ну, он, ну, так, чисто как, знаешь, подростки так, типа, ха-ха-ха-ха. Да, поддержать беседу, да. Но ценности такой разговор не имеет. Но он, он не по-настоящему. А на самом деле… Не хватает расслабления. Чего? Какого расслабления? Расслабляться с друзьями будешь, когда косяк, будешь курить. Причем здесь расслабление? Ты не можешь увидеть то, что ты как робот разговариваешь. И я тебе не говорю, что ты плохой. Я говорю, что ты еще и защищаешь эту модель. Вот в чем проблема. Я тебе что-то говорю, а ты говоришь, ну, ведь я это. А я тебе говорю, ну, это не настоящий ты. А вот сейчас ты лягешь, чтобы… Будет хорошо, если ты меня сегодня… А зачем ты это говоришь? Зачем ты пытаешься вставить слово в микрофон? А зачем ты хочешь сказать? Потому что я понял его, и что он хочет донести до меня. Что я хочу донести? Что я не настоящий сейчас. Так и есть. Ты продолжаешь им быть? Вот, вот. И я хочу сам это осознать. Хорошая попытка. Сейчас юбилей. Это. Я не против этого. Но то, что ты сейчас делаешь, я не против тебя. Я просто не люблю фасад. То есть я не люблю фасад. Я хочу тебе показать, что твой фасад не позволяет тебе расти. Дай ему микрофон на секунду. Что твой фасад не позволяет тебе расти. Потому что ты как на юбилее бабули, когда нужно произнести такую, знаешь, социально адекватную речь. Потому что то, исходя из того, из чего ты живешь, это стремление быть правым. Казаться правым. Казаться правильным. Потому что если, не дай бог, окажется, что что-то не так, то вся твоя жизнь пойдет коту, ну как бы, как будто это ничего не имеет. Смысла, как будто это ничего не имело. Поэтому тебе твоя задача выглядеть хорошо. А когда мы говорим о задаче выглядеть хорошо, нам нужно принять решение. Что нам действительно важно. Нам важно изменяться, измениться или выглядеть хорошо. Я не поверю, если ты мне скажешь, что ты с друзьями так же себя, так же разговариваешь, как сейчас. Мне кажется, что ты с друзьями говоришь немножко по-другому. Но, возможно, в детстве была ситуация, в которой тебя мама, папа, мама больше воспитывала или как? Расскажи мне. Мама, да. И как она тебя воспитывала? Мама, бабушка. Что? Мама, папа вместе, но мама больше. Мама, бабушка. Мама, бабушка. Мама, папа тоже участвовал, но потом слился. Слился, но бывает. Знаешь, как я определил, что тебя мама воспитывала? Потому что такой пусечка. Потому что такой хорошенький. Потому что ты такие штучки говоришь правильные. Только это ни хрена не работает, но это тебя не волнует. Понимаете, в чем проблема? Что мы живем в двух мирах. Первый мир – это мир масок. Мир, где нам надо быть правильными, хорошими, правильно выглядеть, говорить правильные слова. Но только вот одна проблема. За правильные слова результат не меняется. А ты настоящий, ты другой. Понимаешь? Но ты еще себя этого не нашел и не реализовал. Ты слишком много улыбаешься, взгрустни. Нечего улыбаешься. Сколько тебе лет? Сейчас неохота грусти. Тридцать. Ты выглядишь, как будто тебе двенадцать. Как будто ты Машей Медведей только что пересмотрел ютуб-канал. Пятьдесят буду выглядеть, значит, на двадцать. Будет круто. Пятьдесят на двадцать. И проблема состоит в том, что ты только что… Знаешь, я недавно понял, что я следующие десять лет не хочу провести так же, как я провел прошлые десять лет. Точнее так. Я следующие пять лет не хочу провести так, как я провел прошлые пять лет. У меня были вспышки прекрасного, вспышки правды, вспышки настоящего. Я их выковыриваю из изюма своей жизни, но я четко понимаю, что для меня невозможно то, что я буду жить следующие пять лет так же, как я прожил прошлое. Потому что в этом нет ничего хорошего. Это был автоматизм просто. И это был автоматизм, связанный с моими моделями. Но если я не научусь себе говорить так, а ты прожил последние десять лет, ты сколько БМ смотришь? Сколько лет? Нисколько. Может, в этом причина, кстати. Ты хочешь, чтобы следующие пять или десять лет было так же? Хочу, чтобы было лучше, и я стал лучше. Ну, честно. Поднимите руки, кто считает, кто... Вот сначала поднимите руки, кто понял про фасад и про суть. Кто понял эту идею? Поднимите руку, кто считает, что сейчас у него фасад такой. Сейчас точно в зале есть люди, которые думают, а что он мочит пацана? Хороший пацан. Пусть мочит. А что мочит? Ты не на своей стороне, к сожалению. И ты в этом не виноват. Но пока это так, потому что ты пока не говоришь на языке правды. На языке настоящего себя. Вот и все. Что такое язык настоящего себя? Какой твой язык настоящего себя? Красавчик. Молодец, на самом деле. Молодец, молодец. Я сейчас чувствую, что ты продвигаешься. Я сейчас чувствую, что тебе становится важно. Ты стараешься. А почему ты зарабатываешь 50 тысяч? Что мешает заработать больше? Он, кстати, волнуется, потому что губы дрожат. Да. Это хорошо. Ну и хорошо. Продвижение мне мешает, а я пока не продвигаюсь. Куда? Я продвигаюсь, но я продвигаюсь медленно. Сейчас, смотри. Секунду, секунду, секунду. Есть так... Сейчас, можете подержать стакан от Пуэра, а то неудобно. Смотри, смотри, смотри. Есть вот такие люди, они в моменты волнения пытаются много говорить, много говорить, много говорить. Некоторые глаза дрожат, у тебя губы дрожат вместо глаз. И люди волнуюсь, они не могут как бы замолчать и слушать. Они пытаются замостить свою голову говорением. А ты попробуй вообще как бы не говори сейчас. Вообще не говори, не отвечай. Потому что кажется, что надо ответить. Надо ответить что-нибудь остроумное или поддержать разговор. А нахер его поддерживать. Ну правильно? Ну правильно? Зачем поддерживать разговор? Потому что, смотри, если тебе 30, и ты пытался, а зарабатываешь 50, и это тебе не нравится, как ты говоришь, зарабатываешь респект. Что значит зарабатываешь респект? Наверное, ты работаешь... Так точно ты высказался. Наверное. Точно? Наверное, ты работаешь в себе на имя, правильно? Ты думаешь так, типа, я сейчас делаю работы, я поднимаю свой уровень, и потом наступит тот момент, когда меня заметят, и меня возьмут в большое кино, например. Да, у тебя даже кепка, видеопродакшн, видеопродакшн на футболке. Это как на заднем стекле автомобиля, ну, бытовки дешево. Я сам стану большим кино. Не станешь, но это пока нет, но пока нет, а можешь стать. Потому что, во-первых, даже при всей как бы нелепшей ситуации видно, что тебе важно. Ты не отшутился, слился, а тебе важно. Да? Окей. Ведь есть же причины, по которой ты зарабатываешь не 500. Скорее всего, это некий страх, потому что ты путешествуешь от проекта к проекту. И, скорее всего, даже, дай я угадаю, ты большинство денег тратишь на всех остальных людей, но не на себя. Ну, то есть ты работаешь с какими-то звукачами, с какими-то монтажерами, ну, с командой. Ты платишь всей команде и в себе в последнюю очередь. Все работают за респект. Им тоже не платишь? Нет. Мы только вкладываем. Только вкладываетесь. Свои. Свои деньги. Стороннее. А сколько стоит у вас ролик? Мы работаем за бюджет на данный момент. Заказчик оплачивает бюджет, смету, которую я составляю. По себе стоимость? По себе стоимость? Да. И как долго вы работаете по себе? Два месяца. А до этого что-то было? Мы снимали для себя ролики. Своё портфолио, чтобы люди понимали, что мы представляем. Ну вот. Это мы копнули сейчас как бы наружную реализацию. То есть есть у нас какие-то внутренние заморочки и тараканы, а есть то, как это проявляется в реальной жизни. А в реальной жизни это проявляется тем, что мы работаем по себе стоимости, зарабатываем 50 тысяч и ведём определённое количество проектов и вкладываем в своё бабло. Притом имеем благородное описание, имеем социально приемлемое описание, почему так происходит. Социально приемлемое описание. Мы просто качество нарабатываем, правильно? Качество важно, да? Да нет, блин! Это тоже важно, но не это важно. Чтобы было что показать клиенту. Ты же ему не покажешь пустой чёрный экран. Я тебе... Иногда бывает и так. Но... С квадратом Малевича. Что? С квадратом Малевича. Вот только ты... Только что-то хорошее проблескнуло и опять... А с девчонками как? Постоянно нету, но отлично. Отлично? Супер просто! Просто огонь! Ну, ладно, садись, всё. Я думал, что у тебя есть шанс. Я думал, что ты изменишься, но ты отдал микрофон. Хорошо. Конечно, давайте поаплодируем парню. Какой молодец! Просался! Красава! Красавчик! Мы с тобой не закончили. Захотите задать вопрос по нему, зададите. Когда захочешь ощутить что-то, что бывает у мужчин и развить себе это, подними руку, но только сними свой фасад, о котором я тебе говорю. Я тебя люблю очень, на самом деле. Я к тебе с полным уважением. Но просто в твоей жизни нет ни одного человека, который бы тебе мог отскоблить эту дрянь, которая мешает тебе жить. Потому что это не настоящий ты. Это то, благодаря чему ты выживал в детстве, когда тебя воспитывала мама и бабушка. Мама и бабушка – это такой коктейль, я тебе скажу, из которого очень сложно вырваться. А были хулиганы в школе? У тебя в школе были хулиганы? А ты отшучивался перед хулиганами? А? Дрался. У нас есть, Миша, если что, у нас есть микрофон. Дай ему. Сейчас, секунду. Ты дрался с хулиганами? Дрался с хулиганами. Прям дрался с хулиганами. Ну, на тот момент пытался. Ну, давал отпор. Давал. Да. Это хорошо. За себя я стоял. Ну, ладно. А вот сейчас, что он делает? То есть, смотрите. Есть две штуки такие. Первая штука – это, ну, что человеку важно. Зададим вопрос, а что вам важно на самом деле? Вот людям бывает важно… Что, вы подключили? Нет? Дайте на экран ее тогда. Важно быть правым. Первое. Важно быть правым, оказаться правым. Или важно ему измениться. Это путь из точки А в точку Б. Вот у «Быть правым» есть вещи, которые делают люди. И у «Измениться» тоже есть вещи, которые делают люди, которые хотят измениться. Как ты думаешь, ты сейчас в какой колонке? Быть правым или измениться? Только что. Ну, честно скажи только. Хочу измениться. Нет, даже сейчас ты хочешь быть правым в том, когда ты отвечаешь. И измениться. Ну, это знаешь, как это… А я красивый и умный. Мне что, разорваться, что ли, да? Ну, это же вранье. То есть, ну… Ты просто… Ты же первый раз, да, у нас в Тусе? Вот. В этом, наверное, дело. Потому что тут совсем все иначе. Потому что невозможно поменяться, если правду не поймешь. Правду, если не поймешь, ну, невозможно поменяться. Поэтому так долго все не меняется. Ну, короче. Маленькое-маленькое упражнение всем. Маленькое. Вы можете открыть бумажку и написать там «факт, мой факт» и сумму денег, которую вы зарабатываете за 30 дней к текущему дню. Просто свой факт. Ну, напиши вот 50 тысяч. А в прошлом месяце сколько было? Только говори честно, максимально честно. 30. 30. А в позапрошлом месяце? 35, допустим. А в позапрошлом? Учился. Ну вот. Это и напиши. Это факт. Смотри. Тут есть и обратная логика в этой таблице. Быть правым, да, это относительно тебя. И меняться. А мы можем быть удобными. Ну, потакать. А можем на самом деле способствовать изменению. Как выбираешь? Да, вот поэтому так себя и странно ведем. И эта история про каждого из нас на самом деле. Потому что мы все рассказываем красивые истории о том, почему все происходит так, как происходит. И мы не можем понять, что пока мы не скажем то, что происходит на самом деле. А для того, чтобы сказать то, что происходит на самом деле, не нужно себя ранить. Не нужно изобличать. Не нужно там, знаете, как фильм Груз 200. Прямо страдания нет. Несите героин. Нет. Но заметьте, как сложно продраться через, ну к правде. через стремление быть хорошим, быть правильным, быть правильно понятым. То есть для нас важнее иметь правильный фасад, чем иметь натуральные изменения в своей жизни. Мы так думаем. И я и то, и то. Я как бы и выглядеть хорошо хочу, и вот это вот хочу. Но парадокс в том, что тот, кто находится в состоянии изменений, в итоге хорошо выглядит. Потому что ему не важно, как он выглядит. А тот, кому важно, как он выглядит, в итоге не меняется. И в итоге выглядит смешно. Потому что он пытается изображать правильную деятельность. И так каждый из нас. Мы изображаем из себя бизнесменов. Мы изображаем из себя... Мы не говорим на языке правды. И вы сейчас это очень четко послушали. И вот сейчас то, что происходит, когда вы будете общаться, разговаривать, смотрите, а вы в каком кругу находитесь? Быть правым или изменяться по-настоящему? Да. А ты чувствуешь сейчас, ты чувствуешь какое-то беспокойство по поводу того, что результат особо не меняется? Он меняется внутри меня, и я чувствую, что это... Нет, нет, беспокойство. Супер, молодец. Ну ладно. Ну, ты хороший парень, вот в чем проблема. Реально. Если бы ты был, ну, как человек... Всем виден? Всем виден? Два человека, и весь зал пытаются что-то с ним сделать? Невозможно. И он не виноват. Я просто хочу вам показать, насколько... Насколько это непробиваемая, невидимая стена. Ладно бы она видимая была, она невидимая. А кто считает, что он человек-то хороший, на самом деле? Ну, не говно парень-то. Я тоже так считаю. То есть, ты реально хороший человек. И это, кстати, удерживает нас от того, чтобы бросить тебя и пойти дальше. Понял, да? Ну, смотри, что ты говоришь. Ты говоришь, зато я меняюсь внутренне. Это формула зато. Зато у меня классная кепка и футболка. Зато у меня хорошие кореша. И пока так будет продолжаться, ты же вот реально не понимаешь, возможно, что сейчас происходит. Какая-то странная штука про какие-то фасады. Ты же не ожидал это услышать в свой адрес. Или ожидал? Все могло случиться. И ожидал, и не ожидал. Продолжаю. Я не мог предвидеть, что это будет со мной. Не мог предвидеть, что это будет с тобой. Понимаете? Чуть-чуть, и да? Как хорошо. Главное слово в твоей жизни, знаешь, какое? Молодец. Ты молодец. Ты молодец. Ты настолько молодец. Ты же молодец. Возможно. Все, не надо. Давай не будем. Я не хочу двух-трехчасовые. Попкорн. Потом, потом, да. Есть момент, когда попкорн... Назреет. Вот так вот сделает. Садись, да. Так что будь готов. У тебя вопрос. Смотри, наблюдай. Да, у меня вопрос. И активно старайся превратить в попкорн. Потому что я за тебя. Я за тебя. И он за тебя. И они все за тебя. Похлопайте, если вы за него. Если вы ему добра желаете. Окей. Давай. Не ссы быть собой. Но для этого тебе надо понять задачу и каждому из нас. Я подвешиваю вот сюда вопрос. Какая истинная задача развития? Вот это по ответам. Как у кого-то будет инсайд, надеюсь. Так, давай. Как перейти со стороны? Как тебя зовут? Меня зовут Глеб. Мне 19 лет. Факт? Факт ноль. Хорошо. Прям ноль? Ты камни голодаешь? Ладно. Факт шестьсот рублей. Шестьсот рублей в месяц? Нет. Я не работаю. А за что шестьсот рублей? Сейчас у меня в кармане шестьсот рублей. Мой факт на данный момент. Мама, папа дают деньги? Ну, как приходится. И тогда подрабатывают тысячи рублей за прошлый месяц заработать. Слушай, смотри. Правде нет ничего плохого. Мама дает шестьсот рублей. Это нормально. На презервативы, кино. Сколько лет? 19. Ну, классно. Ну, ничего классного на самом деле. Ну, хорошо. Ну, меня это угнетает. Но можно угнетать? Как перейти состояние животного в состояние человека? А ты кто? Ты зебра или кто? Нет, я хочу сказать, как перестать выживать и начать жить. То есть, вы тоже... Другой вопрос. Это другой вопрос. Нет, вы же вот говорите, что ставишь определенную цель, достиг ее, а потом думаешь, что это изменится. А если ты просто не будешь ничего ставить и начнешь жить, то цели как бы не будет, но ты все равно будешь расти. Не, ну, ребята, настоящий вопрос другой, правильно? Знаешь, что такое настоящий вопрос? Настоящий вопрос – это тот, который... Настоящий вопрос – это тот вот... Если мы тебе зададим настоящий вопрос, или ты себе задашь настоящий вопрос, ты мгновенно покраснеешь. У тебя тело прям... Прыщами покроется. Ну, такими. Не прыщами, а чем-то. Потому что ты поймешь, что в этом-то и дело. А, как правило, начальные вопросы задаются такие. А как вы думаете, в Саратове реальные маленькие булочные? Ну, вот. Это не настоящий вопрос. Можно обсудить, можно обсудить. Поэтому я не знаю, что ты имеешь в виду под «как перестать выживать». Ты выживаешь, правильно? Как перестать быть животным, он спросил. Ну, он сказал, как то – обезьяна, козел. Я настолько знаю, в жизни надо делать то, что тебе хочется. И это должно приносить деньги. Чего? Надо делать, говорит, то, что тебе хочется. Ну, то, что тебе нравится, то, что ты любишь. Это должно тебе приносить деньги. Ну, так в чем? Если говорить о моем факте, то я все делаю через силу. Я могу заработать денег, но это будет выходить через силу. Я буду делать то, что мне не нравится. Что тебя заставляли делать? Это безвыкновенность. То есть я не хочу сидеть на плечах своей матери. Я хочу как-то быть самостоятельным. Тоже мама-привет, что ли? Сейчас, у меня просьба. Оператор у нас есть. Вы лица снимайте, пожалуйста, людей, чтобы видно было на экране. Это еще один пример. Мама-привет. Значит, объясню и поясню. Сей приятный факт. Дайте мне экран, пожалуйста. Я тут нарисовал схему. Видите? Как действуют первый и второй. Вот это называется доведение себя до удовольствия путем измышления. Так скажу. Как стать животным? Правильно. Как заниматься предназначением? Предназначением или любимым делом? Любимое дело или деньги? О, Господи. И доводишь себя, так сказать, Класс! Вот это я поразмышлял сегодня. Ого! Пока мамка не видит. Это опять, смотрите, мама-привет. Ну, при всей любви нашей. Это жизнь в мнении. Это жизнь в теоретических конструктах. Пока мы просто то, что делаем, мы просто рассказываем то, что сейчас происходит прямо на сцене. И это быть правым и набирать себе баллов. Потому что нужно вот плюсики себе ставить. А вот другой человечек, он что делает, в отличие от первого? Его энергия направлена не внутрь своей головы. Его энергия направлена в мир. Почему в мир? Потому что мы пришли к очень важному правилу с вами. Сейчас я вот так вот делаю, чтобы вас видеть. Если это не изменилось в мире, это не изменилось в моей голове. Знаешь, чем отличается ментальное заведение себя до удовольствия? от занятий любовью. В чем разница? Да. Ты наверняка чем-то из этого хотя бы занимался в своей жизни. В том, что что-то ты делаешь сам с собой, что-то с другим. Смотри, вот секс с женщиной дает детей. А вот сам с собой то же самое почти, но не дает. Вот в этом вся разница. То же самое здесь. То, чем ты занимаешься, оно дает измышление, но не дает результата во внешнем мире. Макиавелли, когда сидел и писал государю, почему надо читать его книгу, написал следующее. Только взойдя на гору, можно увидеть поле. И только с поля видно гору. Так и государь. Только государь может знать народ, и только народ может знать государю. В Библии сказано следующее. И когда придут лжепророки, узнаете их по плодам их. Ибо не бывает такого, что дерево доброе дает плода худого, а худое дерево дает плоды добрые. Что это значит? Что наш внутренний мир и факт, который реализован в материи и пространстве, взаимосвязаны. И единственный способ познания себя, единственный способ познания себя, это познание через твердую материю. То, что ты сейчас задаешь какой вопрос, ты создаешь внутри своей головы. И то же самое сделал твой друг. Потому что тебе не важно, чтобы изменился факт и результат. Тебе важно быть правым, казаться хорошим, хочешь ты того или нет. И почему мы так реагируем на твой вопрос? Потому что нам очень нравится, когда мы начинаем переходить из первой фазы во вторую, когда мы перестаем сидеть в голове и задавать отвлеченные вопросы об абстрактном коне-вакууме, который живет в пригороде Ижевска. А давайте проверим. А у кого факт ноль? Ну так же, 600, 1000 рублей. Ну ноль. Ну так вот, есть. А минус считается? Ну минус, ну нет, минус смотря какой. Если минус миллион, это достойное уважение. Ну вот. Ну ноль, да? И вот нельзя же сказать, что ничего не происходит в жизни? У тебя в голове много что происходит? Правильно? А ты читаешь всякие книжки, смотришь какие-нибудь фильмы, ты образовываешь секрет. Смотрел фильм? Нет, секрет не смотрел. Ну а вот ты как бы размышляешь? Да. Много? Довольно-таки. Я пытаюсь себя от этого вот учить. В ванной запираешься, когда размышляешь? Нет. Нет, ну ты скорее всего как бы развиваешься. Как бы, да? Ну в смысле много всего впитываешь в голову. Это нормально. Ну как бы все так делают. Кто так не делал, да? Кто не впитывал? Ну вот. Кто не читал там транссерфинг реальности? Ну было дело. Было дело. Ну вот, понятно. Ну так вот. Смотри. А факт не меняется. Да. А если у вас не меняется факт, если ноль, 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 ноль или пятьдесят тысячи, пятьдесят тысячи, что это означает? Что это? Это и означает. Это означает, что вся жизнь происходит в голове. Мало того, интересный факт сказал один человек. Меня он прям шибанул. У меня был инсайт после этого. Он сказал, что для нашего мозга, для нашего мозга, мозг выделяет одинаковую химическую реакцию на происходящее на самом деле и на происходящее в воображении. Находясь в мыслях, ты воображаешь себя, события, мир там, какие-нибудь спирали, ты себе рисуешь маятники, которые раскачиваются там и так далее. И мозг думает, что он активен, что ты что-то делаешь реально. Понятно, да? Да. А на самом деле нет. На самом деле ты находишься вот в этой вот интеллектуальной, как сказать? Тюрьме. Ну, тюрьме уж, как сказать тюрьме. В коконе. В коконе. Ну, то есть, каждая мысль твоя, это такая ниточка кокона, которую ты себя оплел и видишь, ты не реальный мир, а кокон свой. И поэтому мысли, вопросы такие, как быть животным, человеком, это же абстрактный вопрос, ты же не зебра. А реальный вопрос, на самом деле, знаешь, какой? Как 10 тысяч заработать? Вот так. А что ты киваешь головой? Ну, 10 можно заработать. Ну, так давай, вперед. Как заработать на том, что тебе нравится? Да что ты говоришь? Ой-ой-ой-ой. Сначала женщины, какие есть, а потом уже, какие нравятся. Ну, а почему это реальный вопрос? Потому что, ну, ты, это и есть твой вызов, ты не сможешь заработать 10 тысяч. Ну, так вперед. А почему ты этого не делал? Потому что твой мозг сказал, ну, зарабатывал 10 тысяч. Зарабатывал 10 тысяч? На чем? Я был продавцом. Был продавцом. Ну, заработал 50 тогда. Я не хочу продавать. Продажа – это легкий способ заработать деньги. Продажа – это легкий способ заработать деньги? Если я умею продавать, но я не умею продавать. а я не хочу я сейчас исполнил витаса в караоке ну в смысле нет ну ладно спасибо за вопрос ты получил тот ответ который тебе нужен был на самом деле а вот смотрите два мира мир назовем его мир понарошку и мир в жизни есть что-то жесткое и правдивое вот в этом втором мире если что-то ранящее да или нет да нет нет вы можете выбрать пораниться правду а можете и не выбирать пораниться правду ну например я знаю что если я что если я ничего не изменю то мои следующие пять лет пройдут также как прошли прошлые пять лет ну как сказать я не то что в зоне комфорта живу я пошу я стараюсь я там ну развиваюсь я просто понимаю что это будет так же и это отличается от того как я хочу на самом деле вот ведь в чем проблема понимаешь я то хочу совсем других вещей а мне приходится по факту смиряться с тем что получается по факту надо заткнуть там людей да я схожу но щас пойдет включая бензопилу я ничего не буду говорить потому что все равно будет туда смотреть пока человек так интересно устроен что если на сцену выйдет кошка все будут смотреть на кошку уточняющий тихо 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 ну давай как вас зовут меня зовут веста 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 вопрос я правильно поняла чтобы что-то поменялось в голове чтобы достигать а вы толкинист что еще раз нет я просто толкинист поэтому я на всякий случай но фильмы вот про силен колец это мне нравится я понял баллы барды всякие такие дела не не очень нет чтобы что чтобы изменить сознание чтобы это это потом помогло достигать желаемого чуть погромче а достаточно сделать реальное действие физическом мире нас прибывшие просто еще здорово да то есть если я допустим не могу в своей голове что-то вот этот рефлексия она не может результат дать реальный да но чтобы вот это перебороть мне достаточно сделать какое то реальный день да даже если не знаю его результат ну как бы я боюсь то что я не знаю что будет да нужна делать действие любое действие поэтому говорим очень же все просто для него 10 тыс рублей заработается но ну тут же начинает говорить ну это и прочее тело то есть достаточно вот это действие все-таки сделать всегда будет действовать whenever из вас есть такое действие. Масштаб этих действий разный. Масштаб этих действий разный. У кого-то это устроиться на работу, у кого-то это найти своего первого клиента, у кого-то это запустить сайт, у кого-то это начать звонить, у кого-то это поехать на встречу, у кого-то это еще какое-то действие. То есть это всегда действие, да. Но в этом-то и есть штука, что вместо того, чтобы делать действие, мы предпочитаем размышлять, какое же из действий правильное. Знаете, что я делаю, когда мне срочно нужно что-то изменить? Спасибо большое. Как вас зовут? Веста. Веста. Знаете, что я делаю, когда я не понимаю, как мне изменить в деньгах или каких-то других показателей? Знаете, что я делаю? Я иду в спортзал. Я сегодня вынесла цементную ванну с балкона. Цементную ванну с балкона? Ну, она пластиковая, там остатки цемента. Я просто решила, что я хотела разобрать балкон. И я просто взяла, сделала. Взяла кувалду и просто долбила, и долбила. Нет, я перетаскала мешки с цементом и все. Я, кстати, думаю, ты очень опасный человек. Серьезно, мне кажется, что, ну... Вот обычно в таких людях... Я после БМ, вот несколько недель назад, я решила, что мне надоело то, что сейчас происходит, и надо менять. И я прям стала действие делать. Ножи с собой не носишь? Нет. Слава Богу. Я сделала то, что давно хотела. Ну, все. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо большое. Осипов пришел, быстро отдаю микрофон. Ну, в смысле, вы посмотрите, два человека уже в один и тот же кокон попали, на самом деле. То есть это кокон виртуального мира, в котором мы живем каждый день. И, соответственно, мы обречены, если мы в этом коконе, мы обречены, потому что мы не сможем сделать ни одного изменения. А как вы понимаете, они хотят, но они не могут. Потому что то, как они запрограммированы, то, как запрограммированы их мама и бабушка, мама и бабушка хотели им лучшего, без вопросов. Но они не способны повлиять на свою жизнь. Не способны. И в итоге мы можем смириться следующим. Либо получается у одного из тысячи, или у одного из сотни, или у одного, а у других не получается. Либо мы будем разбираться, как мне мою конструкцию надо достроить, для того, чтобы у меня были результаты. Еще раз. Понять внутренние изменения можно по внешним результатам. Внешние результаты являются критериями внутренних изменений. А бывает такое, что внешние результаты меняются, а внутренних изменений нет? Бывает такое? Ну, бывает. Я хочу, чтобы мы услышали две вещи. Первое. Это потребность в изменениях. Измерять твердым фактом. С другой стороны, понимать, что не любой внешний фактор того, что вы... То есть, деньги и результаты, которые вы имеете, имеют разную ценность для вас. Там и... И то, что вы подарили другому или сделали для другого. То добро, в которое вы облекли вашу силу. То есть, деньги и внешние результаты – это сила. Но как вы пользуетесь этой силой? Это выбор. Вы можете пользоваться для того, чтобы кормить внутри негативные проявления в себе, а можете пустить это в добро. Это как деньги, это ресурс. Мы затронули глубокую тему, тему кокона нашего, тему неспособностей, тему внутренней... Вы что думаете, что только у него такая ситуация? У каждого она. Что думаете, мы являемся исключением? Нет. Каждый из нас занимается... Объяснением, почему он прав в этом мире. Индикаторы очень простые. Во-первых, чувство ностальгии по прошлому, которое вас посещает. Вот раньше это было о-о-о. О, раньше было о-о-о. Раньше было хорошо вообще. Вот раньше я такой энергичный был. Вот так вот мы прямо... Денег, конечно, было поменьше, но, блин, такие дела творили просто вообще. Ну вот. Это первый индикатор. Второй индикатор – это то, что мы представляем все время себе метафору, что надо прорубить, дожать, добить, прорваться. Еще чуть-чуть. Это второй индикатор. Третий индикатор. Мы зачем-то всем доказываем, что у нас суперкрутая идея. Это как, знаете, это как такие мигранты, которые живут за пределами России, Россию хает. Ты к ним приезжаешь, и они тебе начинают, ты их не спрашиваешь, но они тебе начинают рассказывать, как здесь классно жить, как здесь просто супер, в какой-нибудь там, я не знаю, там, Швейцарий или еще где-то, он говорит, так супер, так все классно. Здесь все настолько разумно. И заплакал. Такое активное говорение о том, мы, кстати, сейчас недавно запустили, у нас, кстати, поднялась конверсия, у нас все неплохо идет. У нас тоже все неплохо идет, мы тоже запустились. Тебя никто не спрашивал, но ты говоришь, вот, кстати, берем менеджера, но вот вообще все достаточно неплохо, а потом реально рыдаешь в туалете. Ну, потому что ты доказываешь сам себе это добро. А самое ключевое, что результат не меняется, и это означает, что вы вот в этой теме, про которую мы сегодня говорим. Проявляется она очень просто, она проявляется через такой разговор, вот, который вы только что слушали. Разговор, который, понарошку разговор, ненастоящий. Я вам, кстати, хочу сказать хорошую новость. Вот кто понимает, что времени очень мало, и надо все успеть? Кто-то понимает. Да хрен здесь все собачье. Пока мы будем, согласитесь, что нам так не хочется жить в этом состоянии, гонки. Вот я вам расскажу правду. Когда я творил дичь, не думал вообще, как это будет выглядеть, правильно это или неправильно. Не следил, не думал о том, чтобы быть первым. Не соревновался с конкурентами, а просто занимался кайфовой жизнью, деятельностью для себя, у меня были потрясающие результаты. Я делал, я кайфовал, это было дико, это было классно. Мы открывали офис, разрубали ленточку бензопилой, например. Мы достаточно тупо тратили деньги. Ну то есть это было настолько весело. И все говорили, какой маркетинг? А ты такой думаешь, да нет, я просто был пьяный. Ну например. А потом, и у меня было ощущение такой радости, что время длится бесконечно. Потому что это была радость, это было реальное развитие. Работали, кстати, ненормированно, встречались по собственному желанию, трещали, болтали, встречались, занимались тем, что нравится, и результаты росли. А я стал замечать следующую вещь, что когда мне кажется, что времени все меньше и меньше, что появляются конкуренты, что надо соответствовать, что надо быть первым, что надо делать маркетинг, я теряю результаты, я теряю точность, я теряю то, кем я хочу стать. И самое главное, я теряю состояние кайфа. Кто понимает, о чем я говорю? Поэтому, а еще биткоин, криптовалюта, мрази, и она растет, и ты такой, опять не успел в этот поезд, сидишь с мороженкой, смотришь, как все в биткоины вкладываются, и ты такой, еще один поезд, который я пропустил. И я понял внутри себя, я думаю, а как люди 2000 лет назад жили, так же что ли у них? О боже, новый тренд, мельница, надо успеть. Согласитесь, что каждый из нас хотел бы жить вне времени, хотел бы не отчитывать, а сколько осталось. А знаете, почему мы считаем время? Потому что мы живем неправильно с вами. Потому что мы его и стираем, как в фильме «Клик-пульт по жизни», да? Мы стираем его на автоматизм. Представьте себе мир, представьте себе вашу жизнь, где вы ни с кем не соревнуетесь, где вы не хотите быть правильно в глазах кого-то, где у вас ощущение бесконечного времени, где день длится долго, где вы живете в кайфе. Что это был бы за мир? Хотели бы вы жить в таком мире? Я, да, я хотел бы. Потому что я и Михаил, мы поняли одну простую вещь. Ну, понимаете, мы видим людей, которые в 60 приходят на МЗС. 60. Ну, молодцы, что пришли. Но они живут так же, как мы сейчас. Так вот. Есть ли возможность оставаться в состоянии безвремени и при этом, ну, как бы, для этого нужно изменяться? Для этого ваше удовольствие и радость должны стать источником изменения и развития. И мы с вами это будем делать. Сначала запуск этого будет, знаете, как маховик, когда запускаешь, он сначала прокручивается очень тяжело, но когда мы его запустим, наше состояние... Да, парню надо сделать 100 для начала. Нашему другу надо кепку снять хотя бы для начала. 16 на 9 свою. 69 и там получается. В целом нормально. О чем я? Все хотел сказать. Чего? Так, время. А, простые задачи. Это значит, что он тоже близок к 30. Давайте, давайте, похлопайте этому неловкому юмору, давайте. Не имеющего по собой никаких оснований. 7 месяцев. По-моему. Нет, 6. Так вот, 100 тысяч, 50 тысяч. Конкретные вполне цели. Сейчас напишите точку А свою. Сколько у вас есть в среднем по году в месяц? Напишите две цифры. Напишите точку Б. Но какая точка, какая сумма для вас будет точкой изменения к лучшему? Когда вы поймете, я это сделал, я молодец. Я изменился принципиально. Я вам скажу честно. Мы с Мишей поставили, на Тони Роббинси были, там надо было танцевать. Мы тоже будем танцевать, чтобы накачивать состояние свое. Мы танцевали. Я говорю, Миша, нам надо сделать миллиард. Он такой на меня смотрит, давай три. Я такой, что? Я целый день готовился к тому, чтобы произнести сумму в миллиард прибыли. Он такой, три. А я такой, да! Я поставил, и мы сели декомпозировать. Декомпозировать, это не то же самое, что вот мы, другое. Мы сели декомпозировать, и поняли, и начали раскладывать три миллиарда. Знаете, как мы разложили три миллиарда? Хотите увидеть декомпозицию на три миллиарда? Блин, вот эту штуку, ее нельзя сохранить? Настолько важная. Ну реально. Это вообще суть того, о чем пойдет речь. Ну ладно. Как буддистские монахи год делали там из песка статуи, а потом разрушили в один момент. Дайте мне экран. Мы поняли, что три миллиарда, это, короче, один миллиард прибыли, еще один и еще один. С этого мы начали. Как вам? Прикольно же? То есть для того, чтобы три миллиарда заработать, нужно один миллиард, второй и третий. И мы построили воронку на самом деле, разложили и поняли, как это сделать. Но о чем этот спич? Любое действие, любое изменение начинается с того, что мы поставили цифру и дали этой цифре в голове прижиться. Проблема в том, что зачастую мы даже не размышляем, то есть у нас нет идеи. То есть то, что мы используем, это действие, которое мы видим около себя. Но мы не ставим вопрос о цели и задаче. Расскажем вам про правила миллиардера. Про правила миллиардера. У нас есть несколько знакомых миллиардеров, но миллиардеры из тех, которые сами построили свои большие, огромные бизнесы. И мы заметили разительное отличие каждого из них. Вот то, что их отличает. И вот, знаете, есть книги, что отличает миллиардеров или там «Пять секретов миллиардеров». Но это прям в глаза бросается. Это, короче, вот прям объективно. Расскажи. Ну, про то, про способ обратной декомпозиции. Про Андрея? Ну да. Прикольно. Ну, один жил-был миллиардер, он построил магазин «Пятерочка». Ну вот, ну, по стране. И когда мы с ним познакомились, он так поспрашивал, поспрашивал, поспрашивал. Очень интересный вопрос задавал. Например, такой вопрос. Говорит, Миша, скажи, а вот у вас есть за что-то, за что вам люди платят постоянно? Я, говорит, просто хочу понять, у вас бизнес, не бизнес? Ну вот, ну, это было очень так странно. А потом он звонит и говорит, слушай, у меня такая идея пришла, такая идея. Смотри, это же можно взять тысячу долларов, ну вот тысячу долларов, чтобы платили люди. За что-то же могут они, говорит, платить тысячу долларов? Я такой, ну да, логично. И чтобы таких, говорит, сто тысяч было. В месяц. Ну, говорит, вот за что-то, чтобы они платили тысячу долларов, ну это надо, чтобы что-то хорошее было. И чтобы вот таких, говорит, платящих было сто тысяч. И он спрашивает, у вас сто тысяч есть? Есть. А можно создать ценности на тысячу долларов? Ну, можно. Ну вот, говорит, я посчитал неплохие деньги. Это вот про это. Это то, что Миша в последнее время называет паттерн-этерапт. То есть, то, что разрывает ткань вашего привычного мышления. Потому что вот есть человечек, да, это я. И у меня есть там моя сумма. Я там считаюсь солидным человеком или не солидным. Там у меня сто тысяч рублей, я выезжаю на шашлыки, жарю, там я такой солидный. У меня там огромная машина какая-то есть. Или еще что-то. У меня есть моя точка. И как правило, если, ну как правило, вообще нет идеи развития. Но она у вас есть. Что же деваться? И как правило, наша идея развития, она вот от нашего текущего факта, мы пытаемся делать такие прострелы вовне. То есть, зацепиться за что-то, правда? А что делают богатые и очень богатые люди? Они делают следующее. Они сначала создают петлю, точку B, а потом относительно нее они строят гипотезу. Потому что если, ну иное, то оно не имеет смысла. Смысл тошнить просто так и ждать. Это вообще другой подход. И заметьте, когда он сказал сто тысяч по тысяче, это была самая-самая-самая суть, потому что это очищенное от всего лишнего. Ну, трансцендентное, можно сказать, мышление. То есть, мышление основанное на самом главном, на P и Q в бизнесе. На то, сколько платят, по сколько платят. А все остальное, это уже способы реализации этого. И вот, ну, это, конечно, мощно. Так мыслить мощно. Это количество клиентов, это цена за ценность. Ну, цена за продукт, который вам платят. Я вот рисую схему бизнеса в целом. Она такая. То есть, первое, что мы на микроуровне даже должны сделать, да, посмотрите, ни у первого, ни у второго парня не было идеи, то есть, какая бы идеальная картинка для них была. Первый бы встал и сказал, я занимаюсь видеопроизводством. Я занимаюсь видеопроизводством. Я сейчас зарабатываю 50, понимая, что у меня есть какие-то тараканы, не тараканы, это не важно. У меня, моя задача, короче, делать 100-300. У меня есть пару гипотез, как это сделать. Давайте так поступим. Я вам вообще расскажу вот про эти гипотезы, что я уже делаю. Вы скажете, да, нет, просто хочу гипотезу свою сверить. Как вы думаете, адекватный разговор вообще вот такой? Да, абсолютно. Вместо этого он что начал делать? Второй бы встал. Второй встал и что он спрашивает? Я бы на его месте что спросил? Короче, мне 19 лет, денег не зарабатываю, надо сделать первый полтос. Вот есть у меня три гипотезы, как это сделать, или одна. Дайте я вам скажу, что я уже сделал. Вы мне обратную связь дадите? Да, нет, может что посоветуете? Ок. Адекватный был бы вопрос? Ну, абсолютно. Вместо этого он что начал спрашивать? Скажите, свобода воли характерна только для людей, или для грибов тоже? Как это связано с тобой? Никак. КОНЕЦКИЕ ПОДИОМОНОЕ ВИЗМАТИЕ YOU! КОНЕЦКИЕ ПОДИОМОНОЕ ВИЗМАТИЕ ОБИЗМАТИЕ ГИБОКОВАНОЕ ВИЗМАТИЕ И! Субтитры создавал DimaTorzok